Всем огромный привет! С вами Аркадий Романович, автор торговой системы «Опережающий трейдер». И сегодня понедельник, 14 августа. Я смотрю на биткоин и вижу, что он существенно взлетел с нашего последнего обзора. Даже, я бы сказал, первого обзора моего по биткоину. Мы говорили с вами о возможности покупок в районе 3200. Вот здесь я вращаю мышкой. Либо в районе 2800. Мы увидели, насколько рынок идеально видит структуру. Гэп экстрем. Конечно же, вы можете сказать, что биржа работает круглосуточный гэпов. Нет, не столь важно. Но мы видим, насколько рынок структурен. Просто невероятно. И что мы сейчас увидели? Примерно такую же картину. Я бы даже сказал, что разрыв практически идентичный по размеру своему. Вау! Практически один в один разрыв. И вот, что здесь важно. Конечно, очевидно, что рынок бычий. Очевидно, что интересно покупать. Но вот здесь очень важный момент, коллеги. Вот здесь очень важный момент. Отличается ситуация здесь и здесь. В корне отличается. Объясню почему. Если вы посмотрите, здесь был разрыв. Разрыв структуры слева сильного дейли уровня. И то есть цена возвращалась, будучи близкой к дейли уровню. А если вы посмотрите здесь, несмотря на то, что гигантский разрыв или не разрыв, просто большая бычья здесь свеча. Вот если представить ее. Не столь важно, что здесь. Суть в том, что здесь довольно далеко от важных структур и рынку свойственно корректироваться. У нас есть вот этот вот импульс. Весь большой импульс. Поэтому если вы торгуете биткоином не только на коротких движениях, но и пытаетесь взять большие профиты, как, допустим, если вы купили здесь, сейчас вы, мягко говоря, в таком хорошем настроении пребываете. Учитывая, что мы выросли ровно без малого на 1000 баксов. На 1000 баксов это существенный рост. Соответственно, как бы здесь я распредел ситуацию, потому что я еще раз причину, я не торгую биткоином. Но, как видите, это не мешает довольно неплохие позиции открывать у себя в голове. Соответственно, я бы ждал pullback в этой ситуации глубокий. Причем, возможно, даже в район вот этой структуры сюда. Потому что очень часто рынок на вот этой вот вакханалии, вот этой шумихе. Эй, растем, давай покупай. Люди, как оголтел, начинают покупать. И, естественно, наблюдается коррекция. Естественно, наблюдается коррекция. Поэтому я бы ждал коррекцию в район 3500. Хорошая, кстати, зона 3500. Вот он, кластер. Здесь было бы интересно покупать. Здесь более понятны стопы. Даже можно безопасный стоп здесь поставить, сократить объемы. Не входить большими объемами ради большой прибыли. А входить рациональным объемом ради рационального стоп-лосса. Понимаете, да? Это очень важно. И таргеты вы тогда сможете смело поставить здесь. Но, опять-таки, вопрос. Если мы подходим к закрытию гэпа, то я бы наметил вот эту область потенциальных покупок. Даже, может быть, 3600. Вот здесь вот. Вот в этой области как раз слева у нас есть причина, есть структура. Поэтому неплохой байс смотрится 3500. И потенциал больше. Купить здесь, ну, вопрос куда? Вопрос куда покупать? Пока не очень очевидно здесь. Конечно, можно пытаться там дергаться агрессивно. Пытаться здесь снимать. Но даже если рынок дернется выше, дождитесь пуллбека. Либо есть еще один сценарий. У меня прям по ходу мысли приходят. Я, естественно, не готовлюсь к видео. И вот здесь есть другой сценарий. Может случиться, что рынок снова взлетит. Допустим, дойдет до 4500. Но учитывая вот эти круглые значения. Потому что кроме как круглых значений у нас ничего больше нет. В плане ориентиров каких-то на новый хай или новый лоу и так далее. В данном случае новый хай. Представим, что рынок дойдет до 4500. И тогда вам будет интересно на откате вот здесь покупать. Понимаете? То есть не старайтесь там войти. Потому что рано или поздно рынок все равно даст хороший вход. И даст возможность войти тем, кто ждет коррекции. Поэтому если не здесь, если не вот в этом кластере пытаться, действовать сейчас. Потому что опасно достаточно. Ждать пуллбэк сюда. Это номер 1 вариант. Второй вариант это ждать нового импульса. Пока рынок еще может быть так заряжен на покупке. Может еще люди голодны. И ждать здесь коррекции. Опять же все равно это движение никуда не денется. От этого движения. И ждать коррекции, как вот здесь мы видели. Импульс и коррекция вот сюда была. Вот сюда как раз идеально. То есть мы можем ждать примерно повторения. Потому что рынок повторяет то, что было до. Особенно на тех графиках, на которых нечего, не на что ориентироваться. Кроме как на предыдущие движения. Да там равнозначные или там схожие гэпы и так далее. Поэтому коллеги, если ценно полезно. Как обещал, буду периодически публиковать видео обзоры по биткоину. Ставьте лайк, комментируйте. Делитесь с друзьями. Добавляйтесь к нам в онлайн чат, в телеграм и на онлайн торговлю, которую я веду ежедневно, кроме понедельника. Даже если бы не торговлю, а коучинг и сопровождение в таком пробном доступе, педедневном формате. Поэтому всего хорошего вам и до следующих видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»